В ночь на 14 апреля Иран впервые напрямую атаковал Израиль со своей территории. Несмотря на масштабность атаки, ущерб оказался незначительным. О рисках и вариантах развития событий Ильгар Велизаде. Что мы имеем? На сегодняшний день мы должны сказать, что идет продолжающаяся прокси-война в регионе Ближнего Востока. Она охватывает очень большую географию. Здесь не только Израиль, не только, скажем, прилегающие территории, но также Красное море, Аденский залив. То есть фактически так или иначе мы можем говорить обо всем Ближнем Востоке. И триггером для этой войны послужила атака Хамас на Израиль, на израильские поселения с достаточно печальными последствиями. В результате ответных действий со стороны Израиля. Фактически основная часть сектора газа оказалась под контролем Израиля, израильских вооруженных сил, Сахал. Но, естественно, нам нужно говорить о том, что все эти действия, действия, связанные с Хамас, в частности, и поддерживающими Хамас-группировками, так или иначе координируются или тесно связаны с Ираном. Потому что здесь не прикрыты интересы и непосредственное вмешательство Ирана в эту ситуацию. Особенно если учесть, что самая близкая к Хамас военная группировка, которая поддерживает Хамас, это Хезбалла, это проиранская сила, проиранская группировка. Вот здесь я должен всё-таки небольшую ремарку сделать. Дело в том, что Хамас — это не проиранская группировка. Хамас — это совершенно такая другая структура. Она долгое время финансировалась, в частности, Катаром. Хамас — это идеологические всё-таки братья-мусульмане. Это не шиитская группировка, в то время как Хезбалла — это, собственно, шиитская группировка, которая действует на территории Ливана и Сирии и открыто поддерживается со стороны Ирана. Хамас является, ну скажем так, союзником Ирана, союзником Хезбаллы, но не прокси-Ирана. Вот примерно такая общая картина, если мы берём, скажем, рисуем картину ближневосточного противостояния. То, что произошло в последней неделе, характеризует накал страстей и повышение градуса напряжённости в регионе. И удар Израиля по представительству Ирана в Дамаске является следствием развития этой ситуации, развития конфликта на Ближнем Востоке. Согласно сведениям израильской стороны, в этом дипломатическом представительстве находились военные Ирана, которые координировали связь между Ираном с Хезбаллой и с Хамас. Вот выполняли важную функцию. Вот это представительство являлось неким штабом, военным штабом из Ирана, который координировал вот эту связь между Ираном и этими группировками. Поэтому, но в любом случае, вы знаете, с точки зрения международных правовых регуляций, Израиль нанёс удар по дипломатическому представительству. То есть формально это дипломатическое представительство, которое защищено Венской конвенцией 1961 года. Опять же, речь идёт о формальной стороне вопроса, и поэтому здесь однозначной реакции относительно действий Израиля нет. Кстати говоря, Турция достаточно жёстко отнеслась к этому вопросу, также обратив внимание на то, что всё-таки было нарушено конвенции от 1961 года и организации объединённых наций, кстати. Так что, но в любом случае, что мы сегодня наблюдаем? Мы наблюдаем повышение градуса напряжённости. А поскольку дипломатическое представительство любой страны считается частью этой страны, то фактически мы юридически будем говорить, это было нападение Израиля на Иран. Опять же, чисто формально, чисто с политико-дипломатической точки зрения, это нападение на Иран. И Иран как бы ответил, значит, Израилю, что впервые произошло непосредственный ответ с иранской территорией, мы наблюдали. Это не прокси действовали, уже Иран действовал. Это говорит о том, что насколько, представляете, градус противостояния повысился, насколько накалились страсти в регионе, что уже фактически Израиль с Ираном находятся в прямой конфронтации, неопосредованной. Теперь давайте подумаем, как это может быть. Конечно, эта ситуация продолжается, находится в развитии, ничего не закончилось. Несмотря на то, что израильская сторона обсудила планы возможного ответного удара на территорию Ирана, все-таки Соединенные Штаты Америки, насколько мы можем судить по официальной информации, нас точно попросили Израиля этого не делать, потому что таким образом начнется уже полномасштабная война в регионе, тем более, что Израиль, скорее всего, среди основных целей будет наносить удары по иранским ядерным объектам. Иранская сторона предупредила, что в этой ситуации будет действовать адекватно. Более того, она в качестве решений будет определять также американские цели в регионе. Вы представляете, что может быть, если ситуация будет развиваться по такому сценарию? Здесь будет задействована вся инфраструктура, и Ирана, и США, и Израиля в регионе. А это очень-очень много сил и средств, и не только военно-технических, это различные базы, это различные политические акторы, это политические группировки, и не только в тех странах, о которых мы говорили. Это также Елен, это Ирак, это Сирия, это Ливан, которые могут быть непосредственными участниками вот этой войны. Уже войны мы будем говорить, открытые войны. И, естественно, это парализует весь Ближний Восток. Сегодня пошла информация о том, что целый ряд государств Ближнего Востока, на которых расположены американские военные базы, это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, выступили Бахрин, выступили против использования военных баз на их территории в этой войне. То есть они заявили о своем нейтралитете, потому что понимают, что в случае, если война такие формы примет, то и эти страны тоже пострадают. А там серьезные инфраструктурные объекты есть, нефтеперерабатывающие заводы, нефтепромыслы. Представляете, что будет, если эти объекты еще пострадают? Итак, сейчас цена за баррель нефти превышает на мировых цельных биржах 90 долларов. Но это тоже не предел. Прогнозируется превышение до 100 долларов, даже до 120 долларов. Это просто паралич мировой экономической системы. В данном случае необходим широкий диалог по этому вопросу. Об этом часто говорится. И большие надежды на переговоры, которые ведутся, в частности, в Каире, по вопросу заложников, переговоры, которые ведутся в Дохе, столице Катара. Мы очень надеемся, что вот эти переговоры в какой-то степени способствуют, скажем, нормализации, условной нормализации ситуации в регионе. Также есть интерес внешних акторов, в частности, Турция проявляет интерес, те же Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Конечно, на самотек эту ситуацию нельзя оставлять ни в коем случае. И мы сейчас говорим о возможности урегулирования этой ситуации, о том, что все-таки пока такой сценарий, такой крайний сценарий не воплотился в жизнь, нужно, конечно, прилагать максимум-максимум усилий для того, чтобы его не было. С другой стороны, мы понимаем заинтересованность также Израиля и Ирана в том, чтобы прямого военного столкновения не было. Почему? Потому что это, прежде всего, ну, скажем, несет большие сдержки для этих стран. Конечно, и Иран избегает такого прямого столкновения, Израиль избегает. Но, опять же, мы видим, что градус напряженности растет, по спирали все развивается. А любой конфликт, любая война – это порс-мажор. Она в любой момент может выйти за рамки прогнозируемых сценариев. И поэтому здесь нужен, конечно, очень осторожный подход. Что касается Азербайджана, конечно, поскольку Азербайджан находится непосредственно вблизи от Ирана, давайте представим, что может быть в случае, если будут поражены ядерные объекты Ирана. Многие наши наблюдатели, не знаю, даже не эксперты, а широкая общественность не совсем иногда понимают, что это может быть, чем это может грозить вообще Азербайджану. Представляете, это ядерные объекты. Мы можем предположить о том, что радиации подвергнутся большие площади, огромные площади на территории Ирана. Мы знаем, что у нас два преимущественных ветра есть в Азербайджане. Это Ханзри и Геловар. Геловар – это южный ветер. Представляете, что будет, если сильный породистый южный ветер из Ирана перенесет эту радиацию в нашу регион? Это будет катастрофа, катастрофические последствия для всего региона. Поэтому нужно сдержанно относиться к этой ситуации, сдержанно реагировать на все эти процессы. Конечно, мы говорим о том, что официальная позиция Азербайджана заключается в том, что все эти конфликтные ситуации в регионе нужно урегулировать мирным путем, максимально мирным путем, не прибегая к эскалации напряженности. Любая эскалация напряженности, особенно в нашем регионе, требует очень серьезным последствиям. Еще один немаловажный факт. Иран располагает войны морскими силами в Каспийском регионе, на Каспии. Если эти силы будут задействованы в какой-то либо форме, в операциях против Соединенных Штатов, против Израиля, они станут мишеньями атак со стороны Соединенных Штатов или Израиля. Это значит, что Каспийское море станет ареной военных действий. Поэтому надо очень серьезно и очень ответственно подходить к оценке этой ситуации. Мы не смотрим эту ситуацию, это не компьютерные войны. Это на самом деле реальная, очень тяжелая ситуация. Поэтому очень хочется надеяться, что ситуацию, по крайней мере, в ближайшее обозримое время удастся стабилизировать, и она не дойдет до такого апокалиптического сценария, о котором мы говорим. Я надеюсь все-таки, что интересы тех участников, которые находятся в этом регионе, которые соседствуют с Ираном, с Израилем, все-таки тоже будут учтены и какое-то среднее такое решение, усредненное решение может быть найдено.